Ближайшая смена Руби на Тюменский Легион похвастать победами в 2020-м пока не может. Хотя на это у подопечных Владимира Гусева было уже 4 домашние попытки в рамках чемпионата МХЛ. Все они оказались неудачными, но рассказать о них мы хотели бы, начав в обратном порядке. С повторной встречи против уфимского толпара. В этой игре был наглядно продемонстрирован ответ на вопрос о том, насколько важно выполнение тренерской установки. В прошлом сезоне сибиряки дважды одолели соперника на его же площадке, но нынешний созыв команды пока не до конца понимает мысль наставников, что заметно влияет на результаты матчей. Дебют повторной встречи против лидера конференции начался для хозяев провально. Уже к 12-й минуте легионеры получили три безответные шайбы. В результате Станислав Пылаев уступил свое место в воротах Никите Ткачуку. Капитан Тюменцев Артем Пылаев вступился за младшего брата и одну шайбу отыграл. Но успех оказался локальным. Они технически хорошо оснащены и самое главное в хоккей умеют играть. И умеют именно не бегать, а играть в хоккей. И нужно вот эти положительные черты у них перебирать себе, и тогда мы будем расти. Но все равно Пылаев, парень молодой, у него это третий-четвертый матч, ему было все равно тяжело, надо было ему помочь. Не получилось немного в оборону сыграть. К концу встречи хоккейный свитер Алексей Ишкиля добавил на себе кровавой расцветки. Причиной тому стала драка против Родиона Амирова, в результате которой сибиряк получил рассечение. Однако этим противостоянием команды не ограничились и вскоре склеснулись в лучших традициях канадского хоккея. Состав на состав. Да не знаю, на синей линии просто зацепились что-то, и как-то все пошло-поехало. Пока обычно. Как и продолжилось из-за того, что он тебя головой висок ударил? Да нет, как бы он клюшкой попал в шею, и там просто мы уже все сцепились. Второй подъехал, и там уже все началось. Пять на пять. К моменту драки цифры на табло уже не оставляли шансов легионерам. Толпа рвел 8-2 и сохранил этот счет до финальной сирены. После матча разбор полетов в раздевалке Тюменского легиона длился более получаса. А Владимир Гусев по вполне понятным причинам от общения с прессой отказался. Впрочем, понять наставника можно. За счет чего обыгрывать уфимцев он показал еще в прошлом сезоне. За счет дисциплины и правильной игры. Той игры, которую требует тренер. Мы играли и в прошлом году с ними, они тоже были лидерами. Мы выполнили установку, выиграли матчи у них дома. А вот первая встреча команд хоть и не принесла легионерам набранных баллов, зато изрядно потрепала нервы главному тренеру уфимцев Михаилу Васильеву. Его команда победила 3-0, но даже на сухой успех, учитывая положение в турнирной таблице и разницу в классе, он отреагировал по-звягински. Я не буду оценивать команду соперника, слабая, не слабая команда. Я хочу оценить нашу игру. Сегодня была безобразнейшая игра с нашей стороны. Причина всему этому, первая, это хорошая игра наших соперников, потому что ребята играли с душой, они хотели что-то сделать. А мы вышли профессора из университета, сейчас мы будем преподаватели здесь, покажем, как надо играть в хоккей. Безобразнейшая игра. Могли принять участие в матчах в составе толпара воспитанники тюменского хоккея Иван Канышев и Данил Башкиров. Однако и тот, и другой сейчас решают более важные задачи. Ребята здоровы, ребята играют хорошо. Иван у нас играет, мы его делегировали в Торос, он там нужнее. А Башкирова, мы за него тоже только можем порадоваться. Он сейчас играет за первую команду, потому что отлично себя проявил на Кубке Шпеглера. Им руководствует тренерский состав, доволен. Мы только за, мы можем за них только порадоваться. А вот когда можно будет порадоваться за тюменцев в рядах собственной команды, крайне непонятно. Гости даже действия ниже своих способностей дважды добились крупного успеха. А вел у финцев за собой Егор Сучков, который за две игры отличился четыре раза. На самом деле не самая лучшая игра была, но я думаю переиграли в их зоне, потому что играли с шайбой и не теряли ее. Получается, ну за счет игры в пас мы, я думаю, переиграли. Но все равно это не самая лучшая игра, в борьбе где-то проиграли, а так могли больше завить. Чуть раньше сибиряки не сумели разжиться набранными баллами в матчах против еще одной команды, претендующей на самые высокие позиции. Прошлогодний финалист Кубка Харламова Екатеринбуржский авто устрашающе отнюдь не выглядел. Автомобиля никто не боялся, но и здесь нашелся парень, который в одиночку решил исход первого противостояния. Илья Захаров оформил хит-трик, что оказалось больше, чем смогли сделать все легионеры вместе взятые. При этом партнеры по звену Захарова свою лепту тоже выносить не забывали. Все шайбы гостей в матче провел второй состав уральцев. 5-2, фаворит снова берет то, что ему причитается. Этому звену это плюс, а остальным это, конечно же, минус, потому что мы хотим, чтобы у нас было, как в том году, когда мы дошли до финала и продали бой в финале. У нас была команда, была команда. Мы хотим, чтобы было все четыре звена в ровных. Ну, ровных они не получатся, но каждый, чтобы вносили свою лепту в результат команды. А вот повторная встреча чудом не закончилась победой хозяев. Благодаря шайбам Максима Богданова и Евгения Волкова тюменцы вплоть до окончания 55-й минуты были впереди 2-0. Но в оставшееся время случилось необъяснимое. Сибиряки начали пропускать один разящий удар за другим. В результате Юрий Журавлев, Владислав Бухаров и Данил Мыльников вывели гостей вперед. А правиться от такого тюменцы не смогли. Александр Фоминцев поставил точку в матче, поразив их пустые ворота. Это 4-2. Было тяжело в первые сентября периода. Не катались раскаток, не было обе игры ранних. Где-то, может, недооценили соперника, вышли расслабленно, а в концовке проявили характер. И свои голы забили и вытащили матч. Где-то недонастроили ребят. Хотя у вас нормальная команда хорошая, то есть молодые парни играют. Хорошее движение. Мы вчера такая была тяжелая игра. У нас просто братарь вчера два раза в 1-0 выручил во втором периоде. Потом переломили. Ну и не забиваем. Не забиваем. У нас, в принципе, по большому счету одно звено забило за две игры. Ну, молодцы. И вказали спасибо ребятам, что они вытащили этот матч. Доказать своему наставнику, что установка на матч не пустой звук, легионеры будут стараться 14 и 15 января, когда в Кимин пожалуют Стальные Лисы из Магнитогорска. Начало матчей в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова